Добрый день подписчики и не случайные гости моего канала. Раньше у нас около дома был колодец. Мы из него качали воду насосом, но со временем он обвалился. Поэтому теперь нам приходится качать воду с речки. На самом деле никто не верил в эту затеву. В принципе я тоже не думал, что насос может прокачать. У нас достаточно далеко речка находится около 200 метров. Но мы попробовали уже на 2004 год качаем. Вот здесь вот эти шланги, но они все по 25 метров кучки разложили. Вот куски. То есть это у нас большие 4 шланга. То есть 100 метров у нас идет в шланге 3 четверти. И потом вот еще дальше 100 метров идет в шланге 1 2. И скачает все у нас это дело вот этот вот вибрационный насос. Дешевский. То есть по принципу малыш, ручеек да вот эти вот. Это вообще какой-то дешевый, не помню, куплен до 1000 рублей. На нем написано, что он 45 метров максимальную высоту поднимает. Я сейчас оттер посмотрел. Вот. Производительность у него 13 литров в минуту. Ну, не знаю, у меня знакомого в автокоперативе, не автокоператив, а дачный кооператив. Вот и говорят, что вот таким же насосом качает на весь дачный кооператив воду. То есть там тоже расстояние достаточно большое. И вот он качает все лето его как опускает туда и он бултыхается, качает постоянно. Но у нас тоже вот, ну видите, он уже такой потрепанный весь. Это вот нас вот здесь шланг, не шланг, а провод оголился. Вот и боксидки залили его в прошлом году еще. Вот и как будет. Прошлый год отработал, сейчас тоже опустим его. С верхним забором он у нас, вот он насос. Вот так вот вешаем его. Вот и все. То есть, ну, я, конечно, сам не верил, что он сможет 200 метров прокачать. Причем, как бы у нас вот речка находится, ну вот там вот внизу еще большой перепад. Вот. Ну и до дома у нас здесь тоже вот порядочно. Ну ладно. Сейчас подсоединяю все шланги. Вот один шланг закопал уже здесь частично под дорогой. Сейчас закопаю, включу и покажу возможности обычного вибрационного насоса. Для того, чтобы моему шлангу довести воду до дома, приходится пересекать две дороги. Вот. Ну, за несколько лет копаний трубы, вот, мне это дело порядком надоело. В прошлом году я вот сделал, то есть вот у меня дорога проходит, и здесь у меня закапана труба. И для того, чтобы ее каждый год не выкапывать, я заложил вот туда проволочку. Зимой, то есть когда шланг вытаскивал, прицепил проволочку и продел. И она здесь получается зимовала. Вот здесь видно, да, я зацепил. Сначала я зацепил провод, потому что провод у меня идет с вилкой. И вот я начинаю подтягивать. Вот так надо будет лучше видать. Вот я подтягиваю и он ползает туда. Сейчас поправим, чтобы зашел нормально. И все, и тянем дальше. Так, сейчас. Вот. Тянем, тянем, тянем. Поочистил. Чуть я здесь земельку мешала она. Попала. Чуть в трубу не вытаскивалась никак. Так, сейчас должно уже выйти. Вот она. Вот уже видно, в принципе, вилка. Вот она. Вот, то есть сначала у меня вилка идет, а потом уже идет. Вот он шланг. Просто если бы я сначала протащил шланг, то потом уже вот эту вилку я не смогу продеть. Ну, мне там тупо сороковка, что ли, я не помню, небольшая. Вот. Вот такие советы, как бы, да, чтобы каждый раз весной затаскиваться, чтобы каждый раз весной, если у вас идет шланг под дорогой, ее не перекапывать. Вот. Ну, ладно. Продолжаем установку. Итак, насос подключил я. Вот он нам качает. Вот такой у него напор. Нельзя сказать, что очень большой, но и не очень маленький. Вот эту 100-литровую бочку. Он ее накачал за 48 минут. Ну, получается, это где-то примерно за минуту он качает 4 литра 200 грамм. 200 миллилитров. Вот. Ну, вот у нас он одет. Шланг. Значит, у нас получается 200-метровый шланг. Вот. Ну, там вот у нас горка. Сейчас я вам покажу. То есть там вот внизу речка. Вот. Ну, давайте пройдем по всему шлангу, да, чтобы не быть голословным. Покажу его длину истинную. Вот. То есть где-то 200 метров шланга. И по высоте перепад примерно около... Перепад получается порядка 10 метров, наверное, по высоте. Вот. Дальше здесь переход у нас идет на... Шланг 3 четверти. Вот. Ныряет у нас он. И вот начинаем мы спускаться вниз. Вот тут и видно, да, какой большой углом. Шланг. И вот у нас он. Вот там наш насосик висит. Ну, здесь видите, да, перепад какой серьезный. То есть, ну, минимум, да, метров 10 точно подъем есть. По отношению, ну, от уровня воды, да, до уровня бочки. Так что, сам я не ожидал, что настолько серьезные возможности у простого вибрационного насоса. Ну, конечно, производительность у него падает. По отношению с заявленной, там, насколько я помню, 13, да, у него литров в минуту. У нас получается где-то 4 литра. Чуть больше, 4 200. Вот. Но, тем не менее, он качает. У нас он вот все лето уже вот именно вот этот насос конкретно уже, по-моему, третий или четвертый сезон висит. То есть, мы его весной приезжаем в мае, засовываем в речку и все. И он у нас там до сентября бултыхается. Вот. И работает, то есть, когда палиющий сезон, сами понимаете, что там воды необходимо, конечно, качать достаточно много. Вот эти все розетки сейчас, конечно, я вот в бутылке. Прорезаю я бутылку. Вот уже несколько раз пользуюсь. Вот так вот снизу я ее прорезаю. Придаю ей форму. И вот так сверху, получается, туда будто засовываю. Вот таким образом. И вот ее кладу чуть-чуть на возвышенность какой-то. Вот так вот. Чтобы, если, допустим, когда дождь идет, да, тут мокрый, все, чтобы туда вода не затекала. А так сверху вода не затечет. И если какая-то там идет испарение какое-то, ну, как влажность, да, она вся будет стекать. Там конденсат все это будет стекать вниз. И розетка будет в целости и сохранности. Ну, вот, в принципе, все, чем знал, да, вот, чем пользуюсь сам, чем смог, поделился. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok